Как завершает год республика? Какие приоритеты стоят перед властями региона? Что необходимо сделать для улучшения инвестиционного климата? Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу расскажет председатель Кабинета Министров. Иван Моторин стал гостем программы «Правительственная связь», которая выйдет в эфир 16 декабря в 20 часов 30 минут. Фрагмент разговора в сюжете Дмитрия Ковалева. Получаются ли предварительные социально-экономические итоги года от плановых показателей и как выглядят основные цифры? Оправдались многие прогнозы развития республики, а промышленный сектор и вовсе превысил плановые цифры. Иван Моторин отметил, что в этом году предприятия региона продолжили наращивать экспортные поставки. Спросом за рубежом пользуются и сельхозпродукция. Также хорошее ожидание по сельскому хозяйству. По 10 месяцам это было 102%. Министерство отраслевое прогнозирует на уровне 103%. Экономика региона опирается на инвестиционные проекты. Точками роста становятся индустриальные парки. Введена площадка технопарка в городе Канаш. Сегодня там ведут инвестирование 4 компании. Начиная от производства холодильного оборудования, литейных мощностей. Большие перспективы открываются и перед малым бизнесом. Председатель кабинета министров отметил, что одной из эффективных форм господдержки стали льготные кредиты. В конце этого года должен открыться и единый центр по оказанию услуг субъектам МСП. Придя в этот центр мой бизнес, малый предприниматель должен получить от консультации до финансовой поддержки. То есть полная линейка помощи, которая сегодня оказывается для малосреднего бизнеса. Недавно стало известно, что республика вошла в топ-20 регионов по эффективности работы органов исполнительной власти. Между субъектами распределят гранты. Чувашия получит более 950 миллионов рублей. С начала этого года заметно выросла и доходная база бюджета. Михаил Игнатьев отметил, что среди приоритетов на перспективу реализация национальных проектов. Вот здесь главная наша задача и ваша задача правильно актуализировать все мероприятия, которые предусмотрены в муниципальных ваших программах, которые вы утверждаете вместе с депутатами, вместе с лидерами общественного мнения. И потом уже отчитываться перед населением о выполнении тех или иных мероприятий. За делом для эффективной работы в следующем году должен стать профицитный бюджет. И по прогнозам Ивана Моторина доходы казны республики продолжат увеличиваться. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Павел Иритков. Республика.